В начале позакрывалась большая часть федеральных медиа, потом дошли до региональных. Сейчас ситуация такая. Есть несколько условно, по-прежнему условно свободных, где хоть какую-то информацию стараются давать медиа. Некоторые выпадают в так называемое информационное болото, где они вначале никакой информации не получают, а потом начинают потихоньку по альтернативным источникам, условно говоря, случайно услышанное, случайно увиденное, получать пропаганду все равно. Третье – это видеоконтент. Вот он расцвел, и здесь прямо такой бурный-бурный рост, дикое количество YouTube-каналов. Все создают свои YouTube-каналы. Посмотреть все это люди, конечно, в принципе не могут, но они выбирают один или два, максимум там три-четыре, которые относительно там с какой-то периодичностью смотрят. Кому нужен-то? Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. С 1 января они должны приземлиться, открыть полноценные филиалы и представительства, создать ящик обратной связи в Роскомнадзоре, личный кабинет. Я очень рассчитываю на то, что это произойдет, потому что, понимаете, ну вот опять, у суда не было возможности назначить другой штраф, кроме оборотного. Потому что до этого предыдущие наказания не исполняли. Если крупные гиганты с аудиторией от полумиллиона человек в сутки не начнут приземляться в России, их тоже придется наказывать. А максимальные санкции, исходя из нашего другого закона, но применимого здесь, это ограничение трафика или полная блокировка. Роскомпозор еще в прошлом году начал подготовку к возможному замедлению сервисов Google, включая видеохостинг YouTube. Считаю невозможным ограничивать интернет. Как сообщал РБК, не так давно Роскомпозор запрашивал у операторов связи информацию об использовании серверного оборудования Google, ключевых инфраструктур компании, которые ближе всего находятся к пользователям, в сети локальных операторов. На этих серверах хранится популярный контент, что ускоряет доступ к Google сервисам YouTube, Google Maps, Google Play. Без этих сервисов контент, запрашиваемый пользователями, поступает напрямую с серверов Google, а поток становится заметно медленнее, что особенно чувствительно для видео. Есть пример Twitter. По сей день Twitter плохо работает, по сей день он с гаджетов и грузится плохо, и картинки там не открываются, и видео не грузится. Роскомпозор пояснил тогда, что проводит проверку факта в установке сервера в Google на соответствие закону о суверенном интернете, а также проконтролирует нагрузку в сети, которая возникает из-за этих узлов. Представитель ведомства добавил, что данная процедура необходима для оценки устойчивости единой сети электросвязи. Государство собирает информацию, где устанавливать оборудование в рамках закона о суверенном интернете и как это реализовать, чтобы фильтровать, в том числе, трафик, проходящий через сервисы Google. Интернет у нас свободен. Сейчас же не 37-й год, правда? Что хочешь, то и говори, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да что прятаться-то? Ну, откройте дверь, к вам полиция пришла. Бункерный дед еще в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от доминирования США. Уважаемый Владимир Владимирович, я очень слез на вас прошу, не закрывайте YouTube. Создает условия для незаконной деятельности, в том числе, связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма. С такой формулировкой с начала сентября в России заблокированы 6 VPN-сервисов, позволявших обходить блокировки российских властей. Этой же формулировкой в ведомстве объясняют требования удалить тот или иной контент, а счет таким требованием в 2021 году пошел на тысячи. Плюс более 60 дел в судах, обернувшихся для IT-корпораций многомиллионными штрафами. Правда, зачастую активность Роскомнадзора выглядит так, будто распространение информации о наркотиках, детской порнографии, суициде и прочих ужасах интересует ведомство куда меньше, чем, к примеру, публикации об акциях протеста в поддержку Алексея Навального, выяснили журналисты BBC, изучив открытые данные. Именно с несогласованными митингами связано больше половины претензий Роскомнадзора к IT-гигантам. Ближе к выборам власти взялись за ресурсы, где мелькала информация о проекте сторонников Навального «Умное голосование», вплоть до выдачи по запросам в поисковиках и Телеграм-бота. Тогда же и появились мемы о дилемме основателя Телеграма Павла Дурова «заблокировать бот или навсегда остаться без телеги в России». Дуров поставил на первый вариант. Параллельно Роскомнадзор грозил приравнять помощь в обходе к блокировке сообщений о бубном голосовании к вмешательству выборы. Корпорация Google за последние 10 лет получила от российских властей столько же запросов на удаление контента, сколько от всех остальных стран вместе взятых. Для сравнения, сразу после России более 123 тысяч запросов идет Турция, чуть больше 14 тысяч требований удалить контент, пишет русская служба BBC. Доставалось в этом году, впрочем, и российским IT-компаниям, в основном за те же митинги. В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 международных IT-корпораций, которые с нового года обязаны открыть филиалы или представительства в России, создать кабинет на сайте ведомства для взаимодействия с властями и установить счетчик посещаемости. Опыт неудачного взаимодействия у российских властей уже есть. В сентябре в московский офис ООО «Гугл» пришли судебные приставы, надеясь взыскать с компанией 32,5 миллиона рублей штрафов. На ресепшене их передрисовали в США. Если это касается компании Google LLC, то Google LLC находится в Соединенных Штатах Америки, и по данной федеральной налоговой службы никаких представителей филиалов нет. Российские власти всерьез еще больше, чем раньше, возьмутся за анонимность в интернете, заявлял в сентябре журналист-расследователь Христо Грозев. По данным его источников, через два года в России могут замедлить зарубежный сегмент интернета до 24 килобит в секунду. Это грядущее наказание для тех хостинг-провайдеров, которые откажутся от гравитации при ФСБ, что предполагает согласие на выдачу по требованию информации по каждому пользователю, включая ССЛ-сессии, логины, IP-адреса, заявил Грозев на международной конференции Ленарта Мэри. Уведомления и угрозы Роскомнадзора касаются не только IT-гигантов, но и российских независимых медиа. 18 декабря от ведомства направили в редакции изданий «Медуза», телеканала «Дождь», власти называют их иностранными агентами «Знак.ком», «The Village» и «The Bell» требования удалить публикации о расследованиях проекта. Расследования в том числе касались окружения Владимира Путина, двух его одинаковых кабинетов в Новоогареве и в Сочи, активов бизнесмена Аркадия Ротенберга, недвижимости семьи главы МВД Владимира Колокольцева. За отказ от исполнения требований редакциям преградили блокировку. Вы знаете, это просто ужасно. В России более 90 миллионов пользователей YouTube. По прогнозам аналитического сервиса «Статиста», к 2024 году их число должно увеличиться до 100 миллионов. Это более 70% населения. Аналитики сходятся во мнении, что даже после блокировки видеохостингов, рупоров, российской пропаганды, правительство не может позволить себе полностью закрыть YouTube. Я думаю, что здесь две причины. Первая причина и главная причина состоит в том, что они просто тупо не в состоянии заблокировать YouTube полноценно. Оказалось, что характер сервиса таков, и распространение этого видео с YouTube через другие социальные медиа любые отследить и полностью отрубить невозможно. Так работает как бы вот эта система распространения контента с YouTube, что они этого сделать не могут технически пока, по крайней мере. У них нет таких технических возможностей. Они, по сути дела, уже пытались явно совершенно его частично блокировать. Они все тестируют с 2019 года как минимум. И, соответственно, у них получается система двух лояльностей, когда они понимают, что им самим для их пропагандистской деятельности YouTube очень нужен. И они бы хотели частично на нем блокировать, так как они привыкли делать с некоторыми другими сервисами, чтобы вот это заблокировать, а вот это не заблокировать. Поэтому, скорее всего, они будут пытаться в ближайшее время добиваться от YouTube, чтобы он блокировал. Всеми доступными для них способами, и как раз таки шантажом рассказывая о том, что вот они вот завтра его заблокируют полностью, а потом через неделю опять завтра его заблокируют полностью. И вот так вот это будут постоянно идти суровые китайские предупреждения, которые ничем не будут заканчиваться. В России блокируют ресурсы, на которые у них есть реальное влияние, например, Facebook, в то время как Google говорит, «Мы все равно будем блокировать Госдуму и Соловьева, но вы нам ничего не сделаете, потому что блокировка YouTube будет политически непопулярна. Она нанесет экономический ущерб и причинит вред многим, даже некоторым политическим сторонникам». У Google есть рычаги воздействия на Кремль, а также на российское правительство. «Я вижу риски, связанные с блокировками деятельности иностранных сетей, которыми пользуются многие тысячи российских граждан, в том числе, как вы сказали, используя эти возможности, зарабатывая себе на жизнь. Ну да, надо действовать здесь очень аккуратно. Хотя вы сами и показали, что делают, условно говоря, наши так называемые партнёры. Вот они занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура. Это поле информационного противоборства. Не мы это делаем. Обращаю внимание ваше на это. Заметьте, не мы, но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать. Но давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы сами себе в ногу не стрелять. Любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред. Субтитры создавал DimaTorzok